учитывая то что у нас аквариум решили немножечко украсить наш интерьер сделать над аквариумом панно то есть ободрать вот эти старые обои вот и сделать здесь панно панно у нас будет из чего сынок которые мы насобирали на море на станции нагорная до плюс папа ездил на тузловские лиманы и насобирал разного рода таких красивых ракушек да вот так мидии выглядят которые люди употребляют в пищу метод очень прост срываем обои грунтуем наносим шпаклевку на вот это место по контуру старой фактуры она остается вот сюда наносим шпаклевку и на эту шпаклевку клеем ракушки после этого их вскрываем лаком и я так думаю что это панно над аквариумом достойно украсит наш интерьер правда с ног и вот на самом этом своем железном коне я ездил за ракушками это морские моллюски которые погибли давным-давно и от них остались только домики на самом деле это выглядели они примерно вот так вот и внутри вы понимаете жил этот моллюск живой организм да правильно вот сынок подсказывает ну что за работу итак наш творческий процесс продолжается планы немножко изменились нанесли фактуру все-таки полностью на стены сделали границы нашего панно то есть она будет прямоугольная вытянутая разложили примерно ракушки таким образом как они будут выглядеть на нашем панно сейчас замешаем шпаклевку в нее добавим затонируем эту шпаклевку колером но чтобы она была не белая фон а чуть-чуть подколерована и начинаем клеить прямо вдавливая ракушки шпаклевку лaux и тогда любил его вне осталось ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да, это домики погибших давным-давно морских организмов. Как мы уже об этом говорили ранее. Да, это я скажу. Да. Папа сейчас будет наносить нашу массу на тот участок, где наше будет панно. Вот с этого ведра мы его подколеровали. А сынок будет ракушки подавать папе. И я буду приклеивать. Как это сейчас будет происходить? Вы увидите. Да. Вот такой интересный цвет. Типа ракушечника, который есть в наших краях, из которого Одесса устроили. Вся Одесса из пещерина катакомбами. Да, сынок? Да. Такой вот цвет ракушечника будет наше панно. Сейчас он нанесу массу. А сынок будет подавать ракушки. Эти ракушки собирали все лето. И на лиманах, и на косе. И на море. И на море. На каких лиманах только эти ракушки не собирались. И на Куяльницком. Да, я на фонтанке еще нашел одну такую. И на фонтанке, на море. И на косе. Север. И на джалыке. И на бурнасе. И на алибее. Везде. Надо наносить немножечко так. Давать слой. Чтобы наши ракушки могли хорошо приклеиться. Ракушки чуть пачкаются. Но это не страшно. Потом можно будет повытирать их. А вообще надо набрать, наверное, водички. И чтобы рядом была, чтобы можно было руки полоскать. Сначала выкладываем большие. А потом между ними будем разбавлять мелки. Вот тут он хорошо приклеится. О, боже мой. Посмотрите, язычки на мои пальцы. Приклеили ракушки к массе. И вот предварительно, что у нас получилось. Масса сейчас темная. Когда она высохнет, то посветлеет. А вот как это смотрится со стороны. После этого прогрунтуем и вскроем, наверное, эльфовским матовым лаком. И вот еще одна немаловажная деталь. Как смотрится наше панно с нижней подсветкой из-за аквариума. Что, сынок, ты хочешь что-то добавить? Ага. Мы уже сделали наше панно, да, папа? Вот из чего это получилось. Да, папа? Из чего? У нас получилось это все из ракушек. Хотите сделать, тогда смотрите наш ролик, да, папа? Да. Вот, пожалуйста. Это сделать очень сложно, но не лениться делать все. Но возможно. Да, но возможно. Процесс грунтовки. Валиком здесь не погрунтуешь, потому что ракушки выступают, поэтому очень удобно кистью. Это перед лакировкой, в смысле. Пару часов сохнет. И потом лакируем. Оно немножко придаст вот этому цвету благородный вид. Для чего нужна грунтовка? Она нужна для того, чтобы укрепить поверхность. Грунтовка обладает свойствами впитываться вовнутрь и укреплять поверхность. Это первое. И второе, создает пленочку сверху у поверхности для того, чтобы лак, когда ты его наносишь, он равномерно ложился. Не пятнил потом. Все, наше панно готово. Оно под лаком. Продолжение следует...